Такие вопросы, друзья. Мы не знаем теперь, где кто находится. Разбежались все по миру. Вы помните, отец Фёдор ходил с чайником. Отец Фёдор, который тоже был служителем культа, своровал секретики и побежал искать в 12 стульях бриллианты старухины. Есть, друзья, новости, которые невозможно не озвучить. Глава Минцифр Матсуд Шадаев предложил использовать технологию безопасной идентификации граждан с помощью смартфона при подтверждении возраста для покупок в магазине или иных бытовых ситуаций. По его словам, технология идентификации с помощью приложения уже отработана в других проектах. И об этой идее он рассказал на совещании с Владимиром Путиным у нас в рамках нескольких проектов, таких как борьба с ковидом, пушкинская карта, карта болельщика. Ох, ну надо же, какие карты у них есть. Опробированы технологии безопасной идентификации граждан с помощью смартфона. Здесь у нас регуляторы всё это согласовали, все работают. Вы понимаете, в чём дело, друзья? Я так понимаю, что речь идёт о том, что сейчас, в связи с тем, что вполне возможно, будут заново на ковидные меры приниматься, и тогда в таком случае будут выдаваться по карточкам, которые будут на смартфоне. То есть всё будет уже цифрой оцифровано. Будут выдаваться только тем старухам и старикам, которым это нужно ещё пожить на свете, а тем, которым не нужно пожить, могут не выдавать. Ну, друзья, зачем же такое цифровое, скажите, обеспечение через смартфон? Ничего не понимаю. Зачем? Пришёл человек и купил. Или всё-таки это будет недоступно каждому человеку купить то, что он хочет? Видите, вводится всё новое и новые распоряжения, и это будет обсуждаться с Собянином. Я так полагаю, Собянин, конечно, согласится, потому что раз это озвучено на совещании у Владимира Путина, значит, Собянин тоже будет согласен, согласие своё выразит. Никуда не денешься. И это также будет применяться для бесплатного проезда. Ведь в любой момент можно отключить и бесплатный проезд, и всё что угодно. Карта есть карта. Тем более она когда на телефоне. А это что значит? Значит, каждому граждану, гражданинке нужно будет, знаете, иметь с собой смартфон, что ли? А если у стариков нет просто? Ну, просто по бедности нет. Не могут они платить. У них есть домашний установленный телефон и всё. И больше у них ничего нет. А значит, сидит дома старик и старуха. Так что ли получается? Вот, знаете, такие новшества, они, конечно, больше всего ударяют по старикам, а не по молодёжи. Ну что же, друзья, да, сокращение идёт, старческого населения никуда не денешься. Все мы стареем и все будем там на радуге, как говорил нам президент. Ну что же, пожелаем всем хорошего полёта на радугу. Президент республики Шавкат Мирзоеев обвинил СССР в репрессиях. 100 тысяч узбеков пострадали от репрессий СССР. Из них 13 тысяч были расстреляны. Он сказал, что если бы они остались живы, они бы привели республику к независимости. Что это были самые грамотные люди цвет нации. Они знали по несколько языков. Они были умные, учёные и культурные слои населения. Культурные люди, которые, конечно, бы привели республику к независимости. Только к кому эти претензии, друзья? Конечно, претензий сегодня предъявить абсолютно некому. Потому что Россия также может предъявить претензии к тому прошлому времени, когда такие же репрессии были на территории СССР, на территории Российской Федерации, на территории каждой из республик. Друзья, время такое. Почему через сто лет надо говорить о репрессиях и о том, что СССР в этом виновата? Виновата всё то правительство, которое было тогда у власти. Может быть, поимённо лучше назвать каждого, кто виноват. Тогда хотя бы можно понять, к кому предъявлять претензии. А таким образом, когда просто СССР виноват. Но СССР, ведь Узбекистан это тоже СССР. Украина это тоже СССР. Все республики это были СССР. К кому сегодня предъявлять претензии? Я думаю, что надо бы, конечно, поимённо назвать всех тех, кто привёл страну к репрессиям. И не бояться высказываться, а именно говорить поимённо. А когда просто какое-то абстрактное название СССР, которое включало в себя миллионы и миллионы граждан Советского Союза, ну, к кому предъявлять претензии, друзья, абсолютно не к кому. Правительство Украины одобрило введение санкций против Патриарха Терила и ещё семи представителей РПЦ. Ну всё, закрывается всё. Знаете, склоки пошли на кухни. И у Российской Православной Церкви, я так понимаю, забирают вообще все активы в Украине, которые находятся. Санкции введены ни много ни мало. На 10 лет и предусматривают блокировку активов, прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по Украине. При остановлены выполнение экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов. Вот такая ситуация сегодня. РПЦ, ну да, РПЦ пострадает от всего того, что находится сегодня на Украине, и им больше ничего не достанется. Я так понимаю, ведь РПЦ были богатейшими там в украинских землях. А сегодня, ну да, это же подчинялось всё РПЦ. Конечно, вы помните, были какие-то разделения, были широковатости, но однако же РПЦ всё равно владела множеством собственности земли. Все монастыри были под их дланью высочайшие. А сегодня всё это прекращается, и патриарха Кирилла под санкцией. Причём 10 лет. Ну неизвестно, кто сколько проживёт. 10 лет, друзья, это много. Тем более в условиях таких совершенно непредсказуемых. Ну, прощай, Украина, РПЦ и украинская церковь, я так понимаю, рвут навсегда, навечно свои отношения. Так ли это? Ведь идёт спецоперация, и чем она закончится, мы тоже пока не знаем. Будет ли для патриарха Кирилла это хорошая новость или плохая? А где вообще находится патриарх Кирилл? В России или в Швейцарии? Такие вопросы, друзья. Мы не знаем теперь, где кто находится. Разбежались все по миру. Вы помните, отец Фёдор ходил с чайником. Отец Фёдор, который тоже был отслужителем культа, своровал секретики и побежал. И побежал искать в 12 стульях бриллианты старухи. Вы, друзья, часто ли смотрите на небо? Посмотрите, оказывается, с Солнцем творятся какие-то странные вещи. На Солнце появились несколько пятен новых. На прошлой неделе появилось пятно, и ещё через неделю появилось снова пятно. Учёные сбиты с толку, потому что эти пятна направлены в сторону Земли. И одно из них, которое появилось вот на днях вчера или позавчера, это пятно, вместо того, чтобы быть горизонтальным, оно вертикальное, находится на 90 градусов по отношению к тому, каким оно должно быть, то есть к горизонтальному. И так первое пятно увеличивается, в 10 раз уже увеличилось. Второе пятно, пока нам об этом не сообщают. Но однако же, друзья, на Солнце творится что-то страшное. Верить ли нам, учёным-астрономам, или нет? Или всё-таки нам понять, что все процессы, которые происходят сегодня с нашей природой, это дело рук человеческих. Человечество распоряжается погодой, дождями, облаками, Солнцем, Луной. Ну а звёздочками там вообще чудеса творятся. Фантастика, друзья! Владимир Зеленский сказал, что они, я так понимаю, готовятся к наступлению, и что они отныне будут уничтожать все военные склады и базы россиян, которые находятся на территории Украины, как они считают. То есть территория, которая на сегодняшний день оказалась вдруг спорной. Также Владимир Зеленский сказал, что они уничтожат все базы и склады России, которые находятся в Крыму и Севастополе. Он попросил граждан держаться подальше от баз военных и также от аэродромов, потому что он сказал так, что российским военным нигде не будет покоя теперь, отныне. К чему готовится Зеленский? Друзья, если российским военным нигде не будет теперь покоя отныне. И понятно, что россияне или даже те же крымчане или украинцы должны держаться подальше от аэродромов и баз. И он сказал также еще, что это будет, если Луганск, значит это будет Луганск. Они будут бомбить Луганск. Если это будет Севастополь, значит это будет Севастополь. Будьте внимательны, граждане Крыма. Что-то готовится, готовится довольно-таки неприятное и серьезное. Видите ли, Зеленский, Зеленский сегодня обретает силу. Его поддерживает Запад. И поэтому он так активно и свободно начинает говорить. Что будет с ответкой с российской стороны, мы пока не знаем. Но как бы там ни было, когда начинают драться два сильных соседа, это страшно, друзья. Они же перебьют, переколотят все, что есть в доме у одного и у другого. А это то, на чем жить дальше людям, простым людям. Нужна ли это такая деятельность их совместная по отстаиванию своих позиций? Как страшно жить людям в наше время, когда не знаешь, с чем проснешься завтра. Крымчане, мира вам, спокойствия, держитесь.